всем привет нас сегодня снегом хорошо так припорошила с утра буквально за полчаса наверно хлопьями как повалил повалил он уже солнце такое вышло сейчас все это дело растает с утра ходил там укреплял наши заборы по сену сейчас посмотрим с утра здесь коровки ходили а ну вот они и гуляют все подальше вроде пока не лезли уже отгонял я с утра сепарировала не видела делал я видела что-то доски паскал а ну вот доски по прибивал как продольные сверху короче загородочку такую сделал ну как там у нас где вот телята там у нас во первых сетка рабица на деревянные столбы прибита и плюс еще продольные доски и они там не лезут вот здесь было просто рабица на арматурах они ее продавливают то есть поперек им ничего не мешает ну поди и не должны сейчас уже да мне кажется перелезть уже до недолго осталось все равно уже перестанут скоро выгонять уже ручьем все с крыш бежит прям потоком к вечеру опять будет грязюка время вечер скоро дойка сережа пошел ставить коров прибирается в сарае зовет меня иди говорит глянь чё покажу я захожу думаю что такое ну вот стоят коровы вроде все в порядке до поворачиваемся плюша такое у плюши сегодня была охота и она из вазюка я вообще я не знаю как не удалить я не знаю как это отмыть я первый раз такое вижу мать моя женщина а как а чё наделал то я видела что они складой прыгали но это люша мне еще и морда грязная я не знаю но пусть постоит обсохнет не он порвалит неделю подоим а вы меня а как это а как истерика будет она на нее лада прыгала наверное она присела и макнулась короче это грязь коровы чистые вот это что такое сегодня с утра уже заехали на почту отправили посылки и сейчас собираемся соседнее село забирать заказ с озона у нас соседнем селе точку пункт выдачи озона открыли и я туда заказала чтобы не ехать в района заказала я сковородки наконец-то аж две штуки одну большую другую маленькую поедем сейчас заберем сниму вам свою радость и как какой ты меня будешь бить большой или маленькой примере в голове плюша в общем вчера мы подоили пришлось обтереть все это сеном пучками тряпками надеюсь это больше не повторится мы короче выяснили что это все-таки не в загоне потому что у нас в загоне прям такой грязи нету которую ем и и макнули это когда они пошли пить слады гуляются и круче его по моему споткнул лада на нее прыгнула она споткнулась короче и ну вот я прям макнули всем туловищем нижним и время по самое не хочу все в эту жизнь и так что нам тут прислали значит большая сковородка я заказала и без крышки потому что у нас крышка такая есть по распродаже пришла в пакете просто пакете запаяны правда распродажа что сказать она у нас алюминиевая как обычно с антипригарным покрытием вроде должна быть прям нормально 28 сантиметров у нас такая же только очень-очень старая вот на от нее крышку заберем и на новую сковородку все это дело поставим ну все давай кота старая сковородка вот кстати сейчас будем картошку жарить вот на ней попробуем и сразу эти обновим а то старая уйдет у меня курям наверное под воду на зиму а маленькая сковородка я ее заказала там зажарки всякие делать 20 сантиметров небольшая она не по распродаже она пришла в коробке вся упакованная одеваться и упаковали в курки положили еще пленку закатана сервис а это по сути тоже самое алюминиевая с антипригарным покрытием красота прошла вечерняя дойка и я сегодня решила сварить творог вспомнили мы что-то тут на днях сереже что мы для себя творог уже очень давно не варили ни сырников не жарила не ёжиков каких-то творожных ничего это не дело да и вообще в принципе я вот я вспомнила что я творог люблю есть бывает такое вот заработался и вообще выпало из головы что действительно для себя творога думаю нет покажу как делаю творог из молока значит оставляю молоко всегда с вечерней дойки на творог мне так удобно то есть у меня такая схема отработанная вечером отдаились она уже успела подстыть я поставила сейчас на газ вот кастрюльку с молоком зажгла и буду нагревать до тридцать семь тридцать восемь градусов примерно творог я сегодня буду делать для себя на закваске нам так очень нравится и сметана и творог на закваске как-то получается мне кажется вкуснее что какое-то само внушение вот сейчас нагреется на 38 градусов вот уже запищала уже нагрелась можно добавлять заказ у меня закваска 1 для всей продукции она универсальная термо мизофильная до низко вот такие контейнеры я пересыпаю это совсем свежая написано октябрь 24 года не тогда но покупала использую такие вот мерные ложечки примерно на 10 литров творога это по моему 1 32 у меня написано 1 32 на 10 литров творога я использую половину вот такой ложечки всегда как бы на глаз примерно делаю то есть буквально там несколько крупиночек все закваску рассыпала по поверхности молока сейчас пару минут подождем и буду перемешивать и на сегодня по сути на этом все сейчас перемешаю закрою крышкой и так на кухне я оставлю до завтра у нас в доме тепло вечером печь топили поэтому как бы укутывать даже не вижу смысла и так тепло и завтра утром после сепарации по идее у меня здесь уже должен быть хороший сгусток после чего можно будет его как раз варить буду завтра его нагревать сливать в общем покажу завтра что у меня после дойки сепарации я очень не нужно будет сметану сделать завтра масло сбить со вчерашних сливок и после этого до творог я думаю доберусь даже если чуть перестает ничего страшного ну главное чтобы не там не 10 12 часов уж тем более сутки лишний он не простоял тогда конечно он будет довольно кислый поэтому обычно вот вечером закваску добавила а утром на следующий день до обеда не позже желательно я уже начинаю его варить когда кислоты в нем не так много и он очень такой сливочный мягкий получается и так следующее утро открыла крышку тут водичка чуть набежала с нее конденсат вот посмотрите какой классный сгусток все можно варить творог сейчас я нагрею его где-то до 38-40 градусов достаточно будет будут все это перемешивать дело пока будет греться и потом солью нету чайник кипит масло еще вот это будет у меня на то пленку с утра взбивали приготовила ведерко вот так ставлю просто ведро в него дуршлаг сверху орган за прищепками по кругу и все когда творог нагреется я просто сюда это все солью он будет стекать прогреваю творог вот сейчас температура сколько там 37 градусов начала помаленьку отделяться сыворотка уже не такая прям каша общая каша малаши видно что уже творожок начинает получаться чтобы у меня не летели брызги во все стороны я вот таким стаканом просто помаленечку переливаю потому что если сюда бухнуть кастрюлю у тебя твороги просто квашки этой будет вся кухня вот и все готово можно сказать то есть он сейчас будет у меня стоять стекать вон там сыворотки еще много как все стечет буду прибирать это вот из молока творог и потом следом еще сварю изо брата тоже да у меня там сгусток уже стоит можно сегодня сепарировала с утра еще ведерочка обратно оставила побольше наделаю изо брата творог в основном использую на всякие пострепушки вот в разложу там по полкило и в морозилку приберу потом удобно полкило достал там не знаю сырники пожарил батрушки какие-нибудь еще что-то либо так можно просто поесть чисто на еду я люблю вот именно из молока вот этот творог жирненький он такой он мягче изо брата все-таки обезжиренный более твердый что ли такой получается изо брата я больше на вот именно на стрепню использую на готовку какой-то все стой творожок буду периодически помешивать его чтоб сыворотка отходила лучше так хочу и сегодня вам еще сделать небольшой обзор нашей ветеринарной аптечки кто-то у нас там просил на днях это сделать мне показалось это интересно действительно почему бы нет может быть кому-то будет полезно а вот в такой коробке у нас все лекарства ничего я не подготавливала самое интересное что я сама не знаю половина половину из того что здесь лежит чем-то давно не пользовались да мне самой будет интересно это все разобрать буду просто по очереди доставать показывать говорить от чего и убирать это пока не разберем всю коробку поехали у нас лежит вот такая пластиковая пустая бутылка для чего мы ее используем когда нужно что-то залить корове или теленку вовнутрь то есть она удобная да вот такая конусовидная хорошо вставлять в рот и какую-то жидкость например залить лекарство или просто самодельную какую-то жидкость когда желудок стал до плохо корове общем она всегда тоже у нас свет аптечки дальше что здесь есть альбин таблетки против паразитов оседевит есть это витамины используем в основном их для коров в запуске то есть перед отелом и иногда еще телятом оставляем так и примык это по моему старый какой-то остался да это старый мы его уже мы проставляли в этом году новые прямые упаковку а это даже не знаю может быть и его и выкинуть остался в общем есть такая такой лайфхак и примык разводить с водой и летом опрыскивать коров сарая типа от мух помогает но вот в общем вот мы его и оставляли для этого как-то пользовались несколько раз но не особо если честно не вариант дальше так это пустой уже почти пустой аэрозоль это асд-3 вот как раз спрей который нас выручает при каких-то ссадинах порезах то есть где-то там врагами они друг друга подрали где-то рано открытое летом очень удобно это все забрызгивать а вот это новый то же самое кстати сразу беру то же самое только новый дальше проехали бак-то прим концентрат это порошок телятам да это прошел в телятам от поноса если вдруг что-то где-то съели то даем столовую ложку по моему примерно разводим там от возраста и от веса зависит помогает неплохо так это что-то какой-то белый порошок очень удивительно очень подозрительно но это тоже порошок по моему от поноса телятам наверное что-то оставалось скорее всего до шприцы всякие разные уколы ставить 20 и десятки отдельно иглы ветеринарные это маленькие какие-то шприцы тоже дальше это таблетки а это таблетки кобальта вот не пользуемся ими сейчас по моему прошлом году покупали или вообще года два назад что я уже не помню как-то теля там мы их пропаивали давали таблетки кобальта если я не ошибаюсь это когда они очень активно начинают все грызть вокруг доски стены и вообще все что попадется но сейчас у нас давно такого уже нет не пользуюсь так это бирка кто у нас потерял по моему ромашкина бирка она сорвала здесь лежит дальше цифтил цифтил это антибиотик обычно три вид это витамины а я их я поняла я их курям по моему воду наливала да ну и тоже также можно и корову так утра то это во время отела мы по моему проставляли коровам чтобы после хорошо отходил лучше это какие-то старые витамины или а ведь тут уже почти ничего нету тоже китопров что-то тоже пустой бутылек почти он тут делает это противовоспалительное обезболивающее это тоже какой-то старые витамины бутылечек дальше кофеин ну это прям на пожарный случай это когда делают называются капельницы корова добавляют еще кофеин вот кстати бутыльки стоят тоже для капельниц это кальция хлорид и глюкоза 40 процентов большую бутылек это стоит здесь просто на всякий случай куплено давно прямо на самый очень нехороший случай когда скорого что-то очень серьезное плохое случилось ставить ну вот кстати как раз вот эти все провода где-то мне тут еще вот шприц такой через него заливали это вот все система типа для капельниц дальше тоже какие-то витамины вид там десятка не знаю чем-то делать вазелин обычный тоже для использования все мы им делали во время тела может быть там иногда что-то помогаешь либо для осеменения коров я раньше его использовала но сейчас вот кстати мне вот это вот больше нравится вот у меня стоит два бутылька округельные называется он гель для ультразвуковых исследований средней вязкости может кому пригодится очень классная штука заказывала на озоне и до этого им пользовалась лучше лучше вазелина то есть это просто канулка такая как смазка скажем тогда и при отелок и при осеменении искусственном его используют многие классная штука вот у меня этот начатый это еще полный стоит они помню упаковки два штуки шли то дальше порошок какой-то синем пакете это если мне память не изменяет мы прижигали рог злате нам это давали до знакомые давали как на блин название по моему забыла забыла название порошка все выпало из головы общем но этикетки нету не могу подсказать в общем на какие-то раны его сыпят прижигают чтобы кровь остановилась вот как правоостанавливать так прозит цит это для кошек собак был универсальный хоть здесь написано для котят на самом деле он универсальный для мелких животных в общем обработка паразитов как цит стоп это нам тоже отдавали ну пока слава богу нам не пригодилась против кокцидоза птицу пропаивать стоит дельцит ампулы это мы вот как раз обрабатывали сарай и коров по моему да он идет как борьба с пшами власа едами клещами мухами то есть опрыскивать ампулу разводишь там бутылки с водой опрыскиваешь тоже знаете так себе защита на самом деле не знаю пока мы ничего такого супер-пупер именно от мух не нашли а вот сана флая мы пользуемся он помогает но тоже как бы ненадолго там недельку так это все шприцы 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 а это здесь лежит шприц шила на данный момент пока мы его и не используем потому что уже приловчились делать уколы на коровом отдельно из обычных шприцов на начальном этапе мы его брали когда еще знакомились с коровами когда они нас боялись и мы их боялись да очень удобная штука чтобы ставить приколы издалека так эстрофа меня здесь бутылечек лежит до целый ну да не открытый это я что-то покупала на всякий случай корова какая-то долго в охоту не приходила но потом пришла сама это вот именно гормональный препарат приводить корову в охоту если она сама не приходит не пригодился так таблетка йода пена тоже классное средство после отела как профилактика можно либо если например корове удаляли после то есть эту таблетку шейку матки вставляют корове либо после отела до когда она раскрыта чтобы она лучше счищать счищалась либо там когда послед удаляли то есть как антибактериально она там пена идет все окутывает и потом все из нее выходит вот вместе с этой таблеткой кому-то мы кому мы ставили по моему ладе после первого тела перо телка она была у нас тяжело телилась я проставляла это что-то какая-то инструкция от чего-то настолько чемерец стандартно кислота молочная самые наверное стандартные такие лекарства которые наверное во всех вид аптечках есть то держит коров это когда остановился желудок либо корова надулась вот эти препараты применяются знаете на самом деле вот сколько у нас уже было таких случаев все таки лучше всего помогает помогают народные средства когда у коровы стал желудок чем какие-то ветеринарные препараты это какие-то смеси там водки с подсолнечным маслом и вот это вот вся тема по моему помогает лучше чем вот это медицина ветеринарная это тоже начатая кислота молочная чуть-чуть осталось так это че и примектин а но это тоже и примек по я что забыла про него какой-то старый тоже тут чуть-чуть осталось так это для кошек и собак дектофорты противопаразитарная короче тоже или это капли не помню в общем что-то либо отблок либо а вот отблок шеи так вот это энромак ни разу не пользовались это нам отдали честно не помню по моему это для птицы тоже какой-то птичий антибиотик стоит пока ничего не пригодилось сурфагон это я покупала вместе с астрофаном это идет как по схеме именно что привести корову в охоту мы тоже вот не пригодилась все из серии и вермек и вермектин тоже противопаразитарная все все здесь и что у нас есть такой вот боксик это хирургические инструменты есть игла для зашивания пинцет такой большой он используется в процессе искусственного осеменения им дозы и сосуда дивара достаем скальпель это тоже что-то схемы какой-то системы какие-то шланги а ну и эти ножнички специальные они загнуты если нужно выстричь какое-то место которое ты будешь разрезать резать у коровы вот они очень удобные это мы вот как раз использовали когда последний раз мелкие обсе скрывали все вот такая вот у нас вет аптечка все остальное у нас приобретается по мере необходимости если как у нас чего-то нет да ну я говорю какие-то старые совсем лекарства уже там не знаю год стоят что-то там на пол укола осталось просто здесь нужно еще ревизию тоже провести по сути часть какую-то можно уже выбросить уже не нужно время вечер скоро дойка у нас в общем эпопея с борьбой за сено продолжается с заборами нашими короче вот сначала сережа получается вот эти доски прибил до которая вначале ролика показывала бесполезно прорвали оборону сломали опять отгонял там коров в итоге сегодня основательно уже с утра почему-то вот именно в этот угол они уперлись и все думаю ну надо прям конкретно загородить эту сегодня с утра по все утро сережа там городилась какого хлама понатаскали где-то доски какие-то нашли ну просто чтобы было загорожено что потом это все убрать проблема в том что нам там забор не нужен поэтому мы поставили вот эту сетку чтобы зимой и снять там не должно быть забора в принципе вот как временная ограждение но пришлось таскать вот эти доски туда там что-то просто где-то что-то прислонить где-то что-то прибить но все думаем не дашь лет лучше залезть в итоге ну все все утро про спокойно прошло обед после обеда ближе к вечеру ну видать когда они начали возвращаться уже домой стада этих коров они подошли репу почесали ага закрыто не пролезли там но они обошлись другого края и там как все разорвали там где раньше не лезли до идти смотри ну все конечно опять залезли опять все на раздербанили сережа ходил их там выгонял все голову сломали что с этим делать я говорю проблема в том что нам там забор не нужно мы думали что мы ну огородим сеточкой купили эту рабицу сколько там на 6000 она вышла и все и думаю ну как бы корова там подойдет увидишь на сетка потянется немножко и все нет они на пролом прям лезут они и рвут и все единственное что мы подумали наверное надо было ее подальше ставить хотя бы метра два от сена они скорее всего подходят видят что они близко начинают тянуться пытаться что-то достать и в итоге все это рвется и они по ней проходят дальше по поводу электропастуха конечно идея отличная но сейчас уже по сути через неделю-две ляжет снег будет мороз их коров здесь в принципе не будет а электропастух поставить это же не в одну секунду его нужно во первых купить он не дешевое это удовольствие заказать где-то пока он придет к нему нужны колышки деревянные столбы у нас там нет капаются не тот грунт это колышки специальные нужно и забивать все это устанавливать в общем пока это все сделается как бы но уже зима придет зачем на фиг это надо скажем так лишние расходы в следующем году конечно возможно мы какой-то другой вариант придумаем ну а сейчас вот нам надо продержаться буквально дней десять я уже смотрю прогноз каждый день когда когда наступит морозы когда ляжет снег и мы можем начнем спать спокойно что нам не сторожить свои заборы ну дней десять наверно где-то неделя ну завтра серёжа предлагает пойти обгородить досками вот эту сторону другую которую они сегодня порвали ну и вот так придется какой-то какие-то загородки мутить вокруг этой сетки еще наверное но за неделю просто если этим не заниматься то за неделю можно потерять очень много сена ниже там и топчет и и это не одна две коровы это же целое стадо вот короче нажили мы геморрой себе в этом году мы просто так не думали реально если мы думали что это будет вот так мы бы конечно какие-то более основательные меры приняли но в следующем году будем уже знать как как нужно огораживать сена заранее еще что самое неприятное что там сейчас такая грязь но осень же там дорога и все это коровы ходят там по этой дороге там все расквашено вода бежит и вот в этой грязи ты должен колупаться с этими досками я вообще не представляю как это завтра все будет со психами ну а куда деваться надо воевать воевать с коровами за свое сено вот такие дела вкусно тебя плюха лопаешь довольный ничего не знаю что происходит на этом на сегодня все увидимся с вами в следующих видео всем пока пока пока